Всем привет! Я в Питере, и почему-то камни очень любят питерский полумрак. Вот, поэтому сейчас запилим небольшой обзорчик на парочку новых колечек. Одно из последних колец со звездочным сафиром. Сейчас покажу звезду. Вот она. Но чтобы сделать более контрастным, перейдем опять в тень, вернемся. Как выглядит само кольцо? Тут у нас совмещение двух символов. Это мантры. Их нанес шаман и наговорил. Мантры подбираются под каждого лично. Если вам интересно больше про шаманизм, про мантры, смотрите, пожалуйста, отдельное видео. Я прикрепляю мое длинное интервью про культуру Сакьян. И внутри есть, с одной стороны, подложка. С одной стороны, это байкерский крест, как бы, да. Но, с другой стороны, этот крест фигурирует и в Сакьянте тоже обязательно. Вот, вообще, мы байкеры очень любим цацки, как сороки, да. Все, что блестящее есть, мы все носим. Ну, и мы очень любим символизм, символику. Про то, что обозначает этот крест в байкерской культуре, я рассказывал. Тоже прикрепляю отдельное видео. Посмотрите. Ну, и, собственно, мантры. То есть, вот такое колечко получилось со скрытым символизмом. То есть, мантры снаружи, крестики внутри. Еще раз показываю. Вот у нас звезда. Ну, видно там, вон, шестигранный рисунок самого Сафира. Ну, и мое байкерское колечко. Вы часто в комментариях называете это все рокерским почему-то. Байкеры и рокеры, это разные совершенно люди. Вот, я очень долго рисовал. Ну, вот, я так видел, да, его. То есть, мне хотелось, чтобы череп был таким полигональным. Разные шпинели здесь стоят разного цвета. И в этом кольце очень много деталей, которые для меня интересно было, во-первых, попробовать технологически это сделать, да. Во-вторых, они имеют определенный символизм. То есть, здесь вот черные бриллианты по торцу. Наше лого Synergems. Здесь то же самое. Здесь вот буквы S, G, Synergems и маленький биллиантик стоит, да. И внутри на подложке то же самое. S, G и в каждой букве G стоит маленький черный биллиантик. Вот, кольцо специально сделано таким угловатым. Во-первых, мне это нравится. Во-вторых, оно не будет крутиться во время езды, да. То есть, вот эта вот грань будет упираться в руль и создавать такую определенную блокировку. Эскиз я рисовал сам лично, как и у большинства моих изделий. Я потрясающе рисую. Уже не раз об этом говорил. Вот, посмотрите картинку. Вот это я нарисовал. Это инструкция для моего модельщика. Вот уже посмотрите модель. Ну и, собственно, вы сейчас видите само кольцо, что из этого получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...